Ребят, если вы думаете, что продавцу садовой техники очень легко подобрать бензиновую пилу, вы очень сильно ошибаетесь. Потому что из всего ассортимента, который представлен у меня на глазах, когда есть возможность подойти, любую пилу потрогать, завести ее, попробовать ей пилить, у вас начинают разбегаться глаза. От этого выбор становится гораздо сложнее. Зажигание включаю. Пила завоется элементарно до сих пор. Я ее уже четвертый год беру. Пользуюсь я ее легко одной рукой. На дерево пилу завел. Привет, друзья, зрители нашего канала Gardenstalk. С кем я еще не знаком, зовут меня Алексей. И сегодня я хочу поговорить с вами о бензопилах. Ну, не просто о бензопилах, а о бензопилах, у которых горизонтальный ход поршня. Это маленькие пилы маленького сегмента. Скажем так, называют их еще одноручками. Этими пилами можно пилить даже одной рукой. Для чего нужны такие пилы? Самое основное применение этих пил – это работа на верхотуре. То есть, у вас одной рукой вы держитесь, второй рукой вы производите распил. У вас есть яблони. Яблони надо постоянно облагораживать. Ставить стремянку, лезть туда со стандартной пилой такого типа и работать, стоять ногами на самой стремянке и работать бензопилой. Малейшая вибрация, с этой стремянки вы можете упасть. Поэтому разработчики сделали пилу с горизонтальным ходом поршня весом от 2,5 кг и выше. Данной пилой можно работать одной рукой, второй рукой, придерживая себя. У каждой такой пилы есть здесь крючок специальный. Вы всегда можете эту пилу зацепить на ремень, и она у вас не будет мешать рукам. Вы можете залезть на крышу дома, и уже на крышу дома завести данную пилу и начать ей производить какие-то виды работ. Почему еще удобно держать эту пилу одной рукой? Этой пилы поршни ходят не вверх-вниз, а влево-вправо. И вибрация, которая передается на руку при работе этой пилой, будет минимальная на руки. У этой пилы очень низкий центр тяжести. Знаете, вот все мотопроизводители бьются над тем, чтобы мотоцикл входил в повороты очень легко. И центр тяжести снижают порой мотоциклы, особенно спортивные мотоциклы, лежат практически на асфальте. У этой пилы, если обратите внимание, у нее центр тяжести настолько маленький и низкий, что пилить ей элементарно одной рукой. Как бы странно ни звучало, но все эти пилы, несмотря даже на маленькую мощность, одна лошадиная сила, полторы лошадиные силы, до двух лошадиных сил они доходят, эти все пилы, они профессиональны. Они сделаны для работы по 8-6 часов в сутки. И у всех именитых производителей эти пилы стоят за 20 тысяч рублей. Но сейчас появилась возможность купить недорогой китайский аналог. Это Чемпион, Хутор и тому подобные пилы. Будут они стоить от 5 до 6 тысяч рублей. Так как у этой пилы очень низкая масса и высокие обороты, им очень удобно заниматься карвингом, то есть фигурной резкой по дереву и по льду на каких-то мероприятиях. Вот эта пила 260, это именно моя пила. Она у меня уже 3 или 4 года в эксплуатации. За это время я поменял на ней 3 цепи. На сегодняшний момент я в ней ничего, кроме цепей, не менял, ничего не делал. Воздушный фильтр здесь стоит нейлоновый, не требует никакой смены. Я его просто, по-моему, раз в два всего чистил и все. Так как у меня нету никакой обычной стандартной пилы, данную пилу я использую для повседневной эксплуатации. Для распила дров, для бани, для среза каких-то сучков и маленьких деревьев. И, ребят, напоследок вам скажу. Если у именитых производителей такие пилы стоят 20 тысяч и выше, а такие пилы, как Чемпион, Хутор, можно купить за 5 тысяч рублей, и вы думаете, что она будет работать точно так же, то вы сильно ошибаетесь. Эти пилы все сделаны для того, чтобы работать постоянно и профессионально. Эта пила, если будет в такой эксплуатации эксплуатироваться, то если год прослужит, то очень хорошо. Она для этого не рассчитана. Данная пила рассчитана для каких целей? Если у вас 2-3 дерева небольших и нет возможности подлезть, иногда вы ездите в какие-то там рыбалки, походы и тому подобные вещи, вам не нужна она на каждый день, вы очень мало ее будете эксплуатировать, тогда вы покупаете вот такой вот агрегат, и он точно будет вам хорошо и долго служить. Единственный минус, который я слышал от покупателей, это достаточно проблематично найти цепь на такую пилу, так как она не везде продается. В основном все заказывают для стандартных бензопил. Я продавец садовой техники, для меня это никогда не было проблемой, поэтому на себе именно я таких проблем не ощущал. Давайте сейчас пойдем на улицу, и я покажу, как данная пила выглядит в работе, и что она может делать. Я долго хотел выбрать именно себе бензопилу. Смотрите, какие у меня требования были к пиле. Во-первых, я рыбалкой особо не увлекаюсь, я не охотник. То есть для охоты, для рыбалки мне пила не нужна. Жалко мне и птицу стрелять, и рыбок ловить, поэтому мне нужна была пила в основном для походов. Я очень люблю ходить в походы с палатками, у меня огромный рюкзак сзади висит, и я с ним хожу. Поэтому в первую очередь выбор мой пал на самую легкую бензиновую пилу. Вот моя пила, это модель 260-я Эхо. Пользуюсь я ей четвертый год. Сточилась шина у нее уже, 30П я поменял на ней. У меня есть на даче специальный ремень, вот здесь есть специальное отверстие. Вот я ее даже в походы иногда вот так вот вешаю, одеваю на нее чехол защитный. И она у меня порой вот здесь вот болтается, я с ней даже хожу, не подвешивая на рюкзак. Весит такая пила всего 2,5 килограмма, мощностью она 1,2 лошадиные силы. Мощности этой хватает, скажу так, для чего? Свалить дерево. Дерево я ей валил даже 40-сантиметровое. Смотрите, вот шина у нее 25 сантиметров. Вот этого вот 25 сантиметров хватает с легкостью для любого дерева 30-40 сантиметрового. То есть с одной стороны пропилили, и с другой стороны пропилили. Если же дерево просто 25 сантиметров, берет она его как нож масла. Мощности 1,2 лошадиные силы в ней, ну, естественно, всегда хочется мощнее, я с вами не спорю. Но вы готовы весом пожертвовать? То есть вес будет сразу плюс полкило, плюс килограмм. Почему эхо? Почему не какой-то китайский аналог, который гораздо дешевле? Да потому что все просто, он на килограмм тяжелее сразу. А здесь каждые 500 грамм играют роль. Потому что я вам говорю, я хожу в походы, для меня там и 100 грамм играет роль. Зажигание включаю. Кула заводится элементарно до сих пор. Ей уже четвертый год, а она до сих пор отлично заводится. Очень часто я пользуюсь ей прям одной рукой. То есть беру... Раз. Раз. Пользуюсь я ей легко одной рукой. Если взять какой-нибудь аналог обычной стандартной пилы, возьмем, к примеру, Олю Мак. Две лошадиные силы. Стандартной, классической в ее исполнении. Вот как она есть. Вы попробуйте ее одной рукой попилить, а никогда в жизни не сможете. Если вы, конечно, не Арнольд Шварценеггер. Жалко, что у меня сейчас нет ремня, потому что обычно она у меня в подвешенном состоянии на ремне. Я сейчас вам продемонстрирую возможности этой пилы. Я залез наверх на дерево. Пилу завел. Купил когда эту пилу, я убил сразу двух зайцев. Я ее использую круглый год на даче. Распилка дров у меня. И также у меня очень на даче много яблонь, которые надо постоянно подпиливать. Как вы видели, залезть на яблоню одной рукой, подпилить, где нужно какую-то сухую ветку, это все делается без проблем. И так же, как я хожу в походы, нужно мне напилить на костер дров. Это я все делаю вот этой вот малюткой. Бак здесь 300 грамм. Хватает его плюс-минус 40 минут работы. Ну что, ребят, давайте немножко задание посложнее. Ей дадим и посмотрим, как она с этим справится. Своей задачей она справилась. Дерево сырое, мокрое. Даже на полном газу, когда я пилу сильно нажимал в дерево, никакого заклинивания на самой цепи не было. И потери мощности тоже. Поэтому пилить ей достаточно легко. Единственное, конечно, сейчас я смотрю, цепь надо заточить у этой пилы, потому что цепь совсем не заточена. Как всегда, сапожник без сапог. И так же и я не обратил внимания, что цепь у меня очень плохо заточена. Вот такая вот пила. Пила советую всем, для любителей похода, для любителей рыбалок, для любителей охоты, кому место в машине, либо с рюкзаками очень дорого, и каждые 100 грамм для вас имеет значительную роль. Сама пила очень легкая. Смотрите, что касается обслуживания. За все время я делал только бензин и масло, больше ничего. Ну, цепь менял еще. Шина стоит родная до сих пор. Никаких она мне проблем не приносила. И что касается самой пилы Эхо и неприхотливости ее, я уверен, что я купил себе самую лучшую вещь. И, ребят, обязательно, если у вас какие-то есть вопросы по моей пиле, пишите в комментарии, я буду признателен и всем отвечу на все ваши вопросы. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok